Приветствую друзья! Сегодня мы с вами говорим о новом двухточечном ремне от компании Gearcraft. Это, ну скажем так, подобие ремня от Blue Frost Gear двухточечного с пряжкой, которая позволяет быстро регулировать его длину. И надо сказать, что именно вот этот элемент и Gearcraft удался очень хорошо, поскольку, как вы видите, я могу буквально двумя пальцами, подвесом оружия все это скорректировать. Если же делать это нормально, то корректировка происходит очень быстро, как в одну, так и в другую сторону. В чем плюс? Можно затянув полностью освободить руки так, что оружие практически не будет мешаться, при этом надо учитывать, что здесь у меня он сейчас регулирован под бронежилет. Я сейчас без него, конечно же, гораздо более компактный, скажем так, поэтому есть некая свобода. При этом мы можем и так вкинуться сразу, а при необходимости перейти на второе плечо, ослабить ремень и перейти на второе плечо. Проблемы в этом никакой нет. Надо освободить руки, затянули, руки освободили. Еще один плюс двухточечного ремня в целом и этого в частности. Мы можем скинуться и при необходимости совершить дальний точный выстрел локтем, затянуть ремень, задавить его таким образом, чтобы стабилизировать оружие. Понятно, что постоянно так стрелять не будешь из-за того, что будешь перенапрягаться и будет появляться тремор, но для единичного или двух-трех точных выстрелов этого будет вполне достаточно. Погон. Погон здоровый. Верх хорошо. Он постоянно закрывает спину, плечи таким образом, что оружие будет все время находиться на мягком. Вес оружия не будет давить на плечи, ремень не будет резать, особенно если долго ходить, это будет важно. В расслабленном состоянии погон спокойно съезжает назад, ничему не препятствует. Вы можете спокойно пользоваться оружием так, как его необходимо. Ну и сейчас детально посмотрим на ремень. Покажу, что я в него добавил, что вы можете попросить при заказе в компании и покажу, как он настраивается, собственно, как устроена сама пляжка и все эти нюансы. Смотрите, штатно вот этих карабинов нет. Через вот эту петлю здесь идет как бы петелечка из стропы и к ней цепляется такая, скажем так, еще одна петля, которую вы просто заплетаете в антабку на оружие. Но, соответственно, это неудобно, потому что долго снимать и неудобно снимать. Поэтому я поставил такие карабины, и когда вы будете заказывать в компании, вы тоже можете попросить, чтобы Гирград поставил вам сразу такие карабины. Все сильно облегчит жизнь. Второй момент, что вы увидите, у меня вот здесь заплетено все это не пойми как. И здесь тоже это, в общем-то, заплетено не пойми как. Это связано с тем, что у меня одна из первых версий ремня. Сейчас на них будет делаться закруточка, как часто делается на изделие Гиркрафта. И это все можно будет, ну, нормально убрать, чтобы все эти сопли не торчали. Ну и, собственно, ну и, собственно, сам наш погон. Как вы видите, он пришит, как вы видите, он пришит намертво. Это не регулируется. Просто толстая пена, которая обеспечивает комфорт во время длительного ношения. Вот и сама пляжка, как вы видите, она очень легко смещается, без каких-либо проблем. Выглядит она вот таким вот образом. Работает очень бодро. То есть, всегда, когда надо ослабить, она ослабивается без проблем вообще. Что сказать, друзья? Такой вот ремень. По тестив этот, я заказал себе еще один черный на коллаж. Возможно, потом закажу еще один на СВД, ну или будут перекидывать. Учитывая стоимость ремня у Гиркрафта, сейчас это, по-моему, две с половиной тысячи рублей. В сравнении с Blue Force Gear, который до войны стоил 7-9 тысяч рублей. Ну, как бы... Да, у Blue Force Gear, как бы, подушечка помягче будет. Это поприятнее, конечно. Но стоит ли это, там, 5-7 тысяч рублей, я не знаю. Функционал этот ремень выполняет. Поэтому... Ну вот я сейчас перехожу на него на всем своем оружии. Практически, там, за исключением трудовика, пожалуй. Так что, рекомендую. Ну, а дальше дело ваше. Спасибо за внимание, друзья, и всего доброго.